С нами Евгений Томашевский после достаточно быстрой ничьей против Надербека Якубоева. Евгений, ничья гроссмейстерская? Ну да, я не в восторге, конечно, сам от такой своей игры, но что делать? Тут уже турнир вышел на финишную прямую, да, и уже как-то думаешь о конечном результате. Тем более, что в этом турнире мне все-таки удалось поиграть, да, предыдущие три тура, и если вот мне удалось две партии выиграть, потом я, конечно, сверх меры воодушевился, и, в общем-то, в хорошей позиции Владимиром Малаховым принял решение вместо того, чтобы играть строго на ничью, просто поиграть неясную позицию, тут же зевнул в один ход, потом зевнул еще раз и проиграл. Сегодня я уже принял такое решение, что либо мы по дебюту что-то получаем, тогда играем, да, либо тогда, если по дебюту ничего не получается, тогда уже как бы просто дело ничью. То есть, ну, решение, может быть, не самое интересное, но, в общем-то, в конце турнира, я думаю, понять его можно. Ну, надо сказать, конечно, опять же, на дербек никогда не играл венский вариант, и это при подготовке я учитывал эту возможность примерно там в десятую, человек не повторял, а там, если ты не повторяешь такие варианты перед партией, то очень трудная проблема поставить сопернику, который это делает, да, и поэтому, я принял решение свернуть игру. Собственно, ход Е3 такой, по-стариковски сыграли. Ну, да, 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 Е3 это такой ход, который означает, что, в общем-то, скорее всего, мы не играем эту партию, да, то есть, ну, по крайней мере, белые не обозначают активных устремлений, но в конечные позиции у белых вообще не лучше, то есть, ну, не хуже, наверное, но как просто равная, равная шпиль. И, в общем-то, я думаю, что если бы там сделали еще десяток других ходов, результат бы от этого вряд ли изменился, а последний тур в 12 часов, и его результаты могут сильно повлиять на турнир. Поэтому, ну, тут с турнирной точки зрения было целесообразно закончить эту партию быстрее. Спасибо, и удачи в последнем туре. Спасибо.